Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью. Сегодня выпекаем очень вкусные и ароматные песочные печенья с черносливом и финиками на желтках. Печенье рассыпается. Готовиться совсем несложно. Рекомендую вам испечь. Для печенья нам нужны будут следующие продукты. 150 граммов мягкого сливочного масла, 150 граммов сахарной пудры, 4 желтка, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка ванилина, 300 граммов муки, 60 граммов чернослива и 40 граммов фиников без косточки. Чернослив и финики заливаем кипятком. Займемся сухофруктами. Нарезаем на маленькие кусочки. Нарезаем как можно мельче. Можно добавить в печенье любые сухофрукты. Можно добавить орешки. Что вы больше любите, то и добавляйте. Изюм можно добавить. У меня остались желтки. Я готовила безе. А если вы не знаете, куда деть белки, а будете готовить это печенье, приготовьте безе. Сначала взбиваем в пышную массу мягкое сливочное масло. Добавляем сахарную пудру. Не всю сразу, в два этапа. Теперь добавляем в тесто к одному желтку. Ванилин для аромата. Меняем насадку, буковка К, для песочного печенья. Можно сделать замес и вручную. Но, имея такую кухонную машину, помощника, то нужно жалеть себя. Я выпекаю часто. Перемешиваем разрыхлитель с мукой. Добавляем в тесто. И перемешиваем. Тесто практически готово. В конце мы добавляем сухофрукты. Перемешиваем все. Тесто собираем в единый комочек. Можно даже выкладывать его на стол. Оно песочное, не прилипает к рукам. Такое, знаете, пластичное тесто. Сейчас покажу, как мы будем формировать печенье. Это печенье очень вкусное. Разделяем на две части. О, как получилось. Разделили. Теперь, смотрите, каждый кусочек теста руками формируем кирпичик. Так, значит, смотрите, раскатали колбаску. Тесто очень быстро греется, поэтому берем пакетик и перекладываем в пакетик полиэтиленовый. И тут уже в пакетике формируем нужную форму. Форму кирпичика. Это печенье очень вкусное. Рекомендую приготовить. На канале есть печенье-сказка с грецкими орехами. Практически по такому же рецепту просто объедение, а не печенье. Оно совсем не сравнится с магазином. Намного нежнее, намного вкуснее. Перекладываем. И так же формируем. Сначала раскатываем. А потом придаем форму кирпичика. Заготовки кладем в морозилку на 30 минут. Достали заготовку на печенье с морозилки. Смотрите. Духовочку включили разогреваться. Теперь тесто режем на кусочки толщиной 5 миллиметров. Тесто хорошо разрезается. Долго в морозилке держать не нужно. Вы потом тяжело будете разрезать это тесто. Мучатся. И выкладываем на противне на расстоянии друг от друга. Печенье просто объедение. Такое вы нигде не купите. И продолжаем нарезать. Такое интересное в разрезе получается. Красивое. Вообще у меня на канале много разного печенья. И песочного, и бисквитного. Какого хотите. Было бы желание готовить. Все печенье помещается на противень. Размером 30 на 40 сантиметров. С этой порции получается 37 печенюшек. Ставим их в разогретую духовку на 200 градусов. На средний уровень. Режем выпекания вверх-вниз. Печенье выпекалось в духовке 18 минут. Разломаю печенье. Смотрите, какая у него нежная структура. Печенье очень вкусное, сладкое, ароматное. Готовьте, выпекайте на радость своей семье. Вы знаете, а я уже практически отказалась от магазинных конфет. Печенье в магазине мы уже очень давно не покупаем. Единственное, иногда можем купить сушки или соломку. Дети попросят. А вообще выпекают только домашнее печенье. Оно вот самое вкусное. Сегодня даже получилось с добавлением сухофруктов. Мраморное, красивое, румяное, ароматное. Рассыпается, нежное. Да, еще и с кофейком. Просто идеальное сочетание. Хотела вам сказать, что самое важное, когда вы сами выпекаете дома, то, что вы знаете, из чего приготовлен ваш продукт. И самое главное, что всегда свежее. Вообще, этот рецепт уникальный. Я по этому рецепту на канале выпекала печенье с каском. Только делала с грецким орехом. Можете зайти, посмотреть. Я там была уже в положении, беременная Вика. Это решила изменить и добавить сухофрукты. Чернослив полезен. Финики богаты и витаминами. И плюс, знаете, они очень такой энергетический продукт. Чтобы не есть всякие сладости неполезные. Я добавила сюда и финики, и чернослив. И получилось очень вкусно и сытно. И сладости в меру. Ну, просто идеальное печенье. Выпекайте, не пожалеете. С вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok